Вот, кстати, сейчас подошла очередь непосредственно. Люди заходят. Каждый раз прибывает все больше и больше. Вот, я думаю, скоро уже и в Мехикале будет заходить достаточно непросто. Потому что сейчас, допустим, срок ожидания, если это мать-одиночка, у вас, соответственно, будут привилегии. Вот, если вы один, без детей, то срок ожидания будет намного больше. В отеле, где мы сейчас снимаем номер, проживает украинская семья. Я с ними общался. Вот, им назначили больше срок, то есть это 3-4 недели. Также проживает молодой человек, он с СНГ, с Узбекистана. Вот, ему обозначили срок месяц. Вот, поэтому сроки весьма разнятся. Вот, и ожидания у всех будут разные. Вот. Маленькие дети являются преимуществом. Многие спрашивают, да, ехать одному или с детьми. Лучше, конечно же, ехать всей семьей сразу. Потому что, когда у вас маленькие дети, во-первых, вы не попадаете в миграционный лагерь. Вас практически сразу направляют на территорию США. И плюс ожидания, то есть вам не нужно будет ждать. А если, допустим, вы ездите один, без семьи, то вы будете ожидать на территории Мексики какой-то срок, там, месяц-полтора. Плюс вы попадаете в детеншн-центр на срок примерно от двух минимум месяцев до шести-семи. Вот, это при наличии, при условии, что у вас будет хороший поручитель, вот, также за вас могут внести залог. Вот, в дальнейшем. Вот, поэтому всегда преимущественно, если вы поедете вместе с семьей, с маленькими детьми, в частности. Вот, спрашивают по... Сколько лет должно быть детям, минимум, максимум. То есть у нас уезжают... Уезжало очень много семей практически с грудными детьми. То есть это были от двух до семи лет. Это совсем малыши. Вот, некоторые уезжали вообще, там, на... Девушка, помню, на восьмом сроке беременности. Ну, на мой взгляд, это, конечно, экстрим. Но, тем не менее, у них сложилось все хорошо. Они сейчас на территории США. Вот, и все прошло комфортно и безопасно. Вот. Максимальный срок вашего ребенка может быть не более 17 лет. То есть у нас был случай, когда семья с Арменией заходила, у них был парень. Парню было 17 лет, то есть 18 ему еще не было. А его не пропустили через границу. То есть ему нужно будет делать свой отдельный кейс. Вот, поскольку он уже, по мнению миграционных офицеров, считается взрослым. Вот, поэтому, вот, когда вы уже будете начинать процесс, вы наберете нашим менеджерам, либо мне, и на первичной консультации вам еще раз это все, конечно же, расскажут. Продолжение следует...